Кинокарма Итак, кино о войне в стиле роуд-муви с нехитрым названием «1917». Над сюжетом особо не парились. Да и зачем что-то выдумывать? Достаточно просто показать все ужасы войны современному поколению, выросшему на фэнтези и сериалах. Сюжет Итак, сюжет. Двум солдатам отдан приказ дойти до боевого батальона и передать приказ об отмене наступления. Разумеется, других способов передать информацию, кроме как отправить в пеший путь через линию фронта, двух солдат не существует. Хотя и самолеты в кадре есть, и рации существуют. Что ж, возможно, это я придираюсь. Да и не сюжетом единым. Давайте посмотрим, как это выглядит. Как это снято? А выглядит действительно все очень зрелищно и стильно. Кинематографичность, Внимание к мелочам и общий антураж ленты выше всяких похвал и могут служить в какой-то мере оправданием огромной массы логических нестыковок и несуразицы, которым напичкан фильм. Ну скажите, пожалуйста, Как посереди заброшенной деревни в ведре может оказаться свежее молоко? Почему крысы детонируют взрывчатку в именно тот момент, когда в траншеи спускаются наши герои? И как можно выжить после такого взрыва, в результате которого рушится вся система? А сцена со снайпером, которого наш герой убивает за пять минут? Пересмотрите хотя бы рядового Райана, если про цельнометаллическую оболочку кубрика не слышали. И что с ранением нашего солдата? Ну а как вам эпизод в «Ночном городе», где в нашего героя никто не может попасть с расстояния десяти шагов? И каким чудом его выносит река прямо к месту локации боевого батальона? Увы, по всей видимости, расчет был на то, что зрители выросли на фильмах вселенной Марвела. Однако с таким подходом к логике настоящее военное кино снять нельзя. А тех, кто в восторге от съемки одним планом, отправляя к венгерскому режиссеру Миколыше Янчу и его картине «Белое и красное». Таким образом, снимали еще более полстолетия тому. Актеры В пседовоенном фильме со сценарием для миллениалов, отсутствием логики и правдоподобия, актерская игра, конечно же, ничего не исправит. Но и справедливости ради нужно сказать, что и главные герои, и второстепенные, и они вызывают бурного отторжения. Увы и ах, фильм проигрывают всем ранее снятым военным фильмом, таким как «Цельнометаллическая оболочка», «Апокалипсис», «Звод», «Спасти рядового Райана» и множество других. Благо, таких лент в истории кинематографа огромное количество. Два из пяти баллов кинокармы за визуальные ряды и не более того. Кинокарма